Вереница людей длиной в сотни метров. Здесь и пенсионеры, и молодежь. Все они поклонники джаза. Чтобы услышать любимый ритм, мы даже готовы померзнуть на улице. Я хочу смотреть джазные спектакли. Думаю, что стоят, потому что бесплатно, во-первых. Долго стоите в очереди? Ну, уже, по-моему, минут 25-30. Все ради джаза? Только ради джаза, только ради джаза. Пока одни ждут, везунчики уже наслаждаются живой музыкой. Говорят, все лучшее в джазе. У зрителей есть возможность убедиться в этом. Здесь проходит первый фестиваль петербургской джаз-массы. Автор проекта – местная знаменитость, музыкант Билли Новик. Говорит, со своей командой он хочет разрушить стереотипы об этом жанре. В частности, о том, что джаз – это какая-то очень сложная, тяжелая, ну, такая абсолютно нетанцевальная музыка. Это как раз попытка представить самым широким кругам населения примеры того, каким джаз может быть в том числе легким, танцевальным, глубоким. Более семи часов на сцене творится настоящее джазовое искусство. На одной площадке раскручены исполнители и восходящие звезды. Маленькой Стефани всего пять лет. Она уже живет в ритме джаза. Всего в программе семь джазовых бэндов. Каждый работает в своем стиле – от традиционного свинга и бибопа до блюза и современного фьюжена. Однако музыканты со стажем убеждены – настоящий джаз непредсказуем. Джаз – это всегда импровизация, потому что джаз – это всегда взаимодействие в моменте «здесь и сейчас». То есть музыканты джазовые, они, как правило, вот так вот… Происходит какая-то химия, понимаете, на сцене, когда встречаются джазовые музыканты и начинают импровизировать. Последние годы джаз в Петербурге динамично развивается. У этого жанра все больше и больше поклонников. Звучение этих ритмов буквально заводит публику. Обожаю джаз за ритмику, за хорошее настроение, за подъем настроения. Впечатлений от концерта зрителям наверняка хватит надолго, как раз до очередного фестиваля. Уже в июле джазовые мелодии долетят до Купщина. Кроме того, в сентябре всех поклонников хорошей музыки ждут в Екатеринговском саду. Там пройдет джазовый фестиваль под открытым небом. Мария Терехина, Александр Крычков. Известие специально для телеканала «78». Продолжение следует...